Одна из самых простых сигнализаций, которые доступны на рынке, низкого ценового диапазона, это односторонняя сигнализация с простыми охранными функциями. Здесь в комплекте существует то, с чем будет работать любой пользователь. Это два брелочка для работы. Функции, которые вы можете с него делать, это открыть-закрыть машину, подключение электромотора багажника, то есть вы можете открывать дистанционно багажник, возможно, подключение доводчика стекол. Эта функция создана для комфорта. И имеет определенные охранные функции, но они на данный момент ненадежны. Совершенно другой класс сигнализации, это двухсторонняя сигнализация. В комплекте она имеет уже существенное отличие от других. Это брелок, с которым будет работать любой пользователь двухсторонний. Он имеет индикацию состояния автомобиля. То есть в поле радиуса приема сигнализации, вот такой брелочек, второй брелочек, это запасной, на случай неработоспособности первого. Этот класс сигнализации позволяет вам уже видеть в досягаемом пределе радиочастоты свой автомобиль, а конкретно его состояние. Следующий уровень – это сигнализации также двухсторонние, только имеют дополнительные функции комфорта – это запуск двигателя. Возможность подключения турботаймера. Эти сигнализации имеют несколько высокий диапазон цен, и в среднем начинаются от цены 1600 гривен. Следующий класс сигнализаций, он имеет более высокий ценовой диапазон. В среднем такие сигнализации начинаются от 2500 гривен. Но есть основная особенность. Первое, на первое, это охранные функции. Данные сигнализации обладают на данный момент несканируемым диалоговым кодом, который не поддается вскрытию в разумном временном режиме брелком-грабером, либо сканером. Это самые передовые современные сигнализации. Если ваш автомобиль оснащен так называемой каншиной, вы при выборе сигнализации в первую очередь должны обращать внимание, чтобы сигнализация обладала модулем каншины. Эта сигнализация сразу указывает на то, что она современная. Эта сигнализация имеет высокую степень охранных функций. Ну, соответственно, и диапазон цен на данный продукт является более высоким. В среднем подобные устройства начинаются от 5000 гривен. Вашему вниманию представлена одна из охранных систем. Называется она иммобилайзер. Не имеет ни единой кнопочки для нажатия. Характеризуется очень компактными размерами, высокой скрытостью установки. Ей крайне сложно обнаружить в автомобиле злоумышленнику. И надежно защищает автомобиль от вскрытия электронным способом. Это так называемые иммобилайзеры высокочастотные, которые работают на частоте 2,4 ГГц. Но вот мы сегодня рассмотрели очень много разновидностей. Все-таки вы как специалист, вы для себя какой бы вид выбрали и почему? Лично для себя, так как я имею определенный опыт эксплуатации автомобиля, и у меня он не один, я выбираю однозначно сигнализацию с двухсторонней связью. Если мой автомобиль оснащен современной цифровой шиной, CAN-шиной, это сигнализация с внедренной системой CAN-шины. И в некоторых автомобилях у меня установлена сигнализация с автозапуском двигателя. Это очень удобно, особенно если у вас машина стоит на парковке, холодное время, вы можете завести заранее автомобиль, он прогреется, но при этом можете не бояться за свое транспортное средство. Оно будет под надежной охраной. В случае любых несанкционированных действий со стороны злоумышленника автомобиль заглохнет и заблокируется. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ